Больше двухсот человек собрались в актовом зале пятой школы. Жители начали собираться на сход задолго до его начала. Многим не терпится озвучить свой вопрос руководству республики, а на повестке дня их немало. В начале встречи глава районной администрации подводит итоги 2016 года, подчеркнув при этом, что сделано в селении по линии социально-экономического и общественно-политического направления. Адам Цычоев в своем докладе обозначил также ряд проблем и пути их решения. Деятельность администрации сельского поселения в 2016 году, как и в предыдущие годы, была направлена на реализацию конкретных задач по обеспечению жизнедеятельности организации, учреждений в социальной сфере, смягчение кризисных явлений в социальной сфере, стабилизации общественных отношений, повышение жизненного уровня населения. В Домом Риданте 5,5 тысяч жителей, из них около 600 человек безработные. В сельском поселении нет фокус, скверов и парков, детского сада, а две имеющиеся школы перегружены. Впрочем, перемены к лучшему не за горами. В этом году по плану начнется строительство новой школы и откроют Дом культуры. В сельском поселении Новый Риданте начато строительство, вы знаете, детского садика на 220 мест. В этом году строительство будет вестись более активно, поскольку там поступили финансовые средства. Отведен земельный участок по строительству Дома культуры. С главой республики посетили участок земельный, где это будет строиться. Дано указание до конца года, сдать им эксплуатацию Дом культуры. Где также помимо актового зала будет помещение для того, чтобы могли вестись в кружки по различным видам. Отчет окончен, начинаются вопросы. И первым к Кенузбеку Евкурову обращается родственник Ахмед Альянова, основатель оселения, который поинтересовался, возможно ли назвать в честь него эту школу. Глава региона ответил, что такие вопросы необходимо решать сообща с местными жителями. Кто против? Кто за? – Другой вопрос. – Хорошо. Кто против тогда? – Все за? – Еще одна. – Еще одна. – Поднимает на сходе и вопрос разбитых дорог. К примеру, на улице Осканово, как сетуют местные жители, в дождливую погоду просто невозможно выйти. Нет и нормального освещения. Ответы здесь, как и вопросы, не заставляют долго ждать. В скором времени, обещает глава района, этот вопрос будет решен. Еще одна головная боль местных жителей – несанкционированная свалка рядом с кладбищем. Когда, наконец, ее ликвидируют? – Затронули на встрече и вопрос о снятии занимаемой должности главы местной администрации по подозрению в коррупции. Присутствующие просят Юнусбека Евкурова лично разобраться в этой ситуации. Присутствующие просят Юнусбека Евкурова. – Подняли на сходе и вопрос о недавнем нападении бандитов на контрольно-заградительный пост в Малгобеке, когда один из полицейских получил огнестрельные ранения и были уничтожены двое бандитов. Один из нейтрализованных предварительно опознан, как находившийся в федеральном розыске активный член банд подполья. Жители поинтересовались, правда ли, что нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. – Как минимум, пхыт, тубик дозаревы дай, червежи в вежерии, салтуки евежи, вожжи, как минимум, пхыт, эйс хабыл бяканал ханцитарцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуй, один из самых острых вопросов в селе задолженность за услуги ЖКХ. Только за один газ долг жителей Нового Реданта составляет свыше 80 миллионов рублей, а за электроэнергию платят только 40%. В квартал один раз на уровне председателя правительства Российской Федерации мы главы собираемся, отчитываемся по платежам. В квартал один раз. С каждым раз все жестче, жестче. И тарифы у нас, которые сегодня есть, они самые низкие в стране, вот на Северо-Кавказском федеральном округе. И по нашей просьбе продлены они до конца 2018 года. Тарифы продлены, самые низкие тарифы. Вот давайте мы тоже как-то отнесемся к этому. Я согласен, когда то, что вам накручивают, не давать, согласен, я вас защищу. Но то, что вам положено, хотя бы заплатите. Текущие платежи заплатите хотя бы. За два с половиной часа на сходе граждан успели обсудить немало вопросов. На каждый из них дан исчерпывающий ответ. В завершении встречи старейшины села поблагодарили руководителей региона за участие в решении ключевых проблем населенного пункта и открытость таких встреч. Светлана Томова, Хавач Гойгов, Новости 24.